всем привет с вами канал art money и посмотрите какой букет я купила здесь 10 штук букет просто шикарный смотрите сирень совсем другая а веточки ровные все ровно какая-то другая сирень я потом вспомнила видела ее где-то в гостях и одна веточка стоит 20 рублей представлять всего лишь 20 а пройти два квартала ниже сидит женщина тоже бабушка такая пожилых лет одна веточка 100 рублей стоит прикиньте а тут 20 всего но я взяла 10 веток но я пожалела нужно было все ведерко забрать там оставалось наверное где-то меньше а нет 10 да ну короче взяла на 200 рублей ну да это 10 получается не знает жары просто уже мозги кипят вот короче на 200 рублей я взяла ну да 10 и оставалось там чуть-чуть не там осталось меньше надо было на все забрать там такой букет ведерки в таком а шикарный прям букет классный вот конечно могла заработать гораздо больше и самое главное что сирень смотрите она стоит то есть смотрите если вы покупаете сирень уже чуть-чуть подвявшую она уже нет нет не пойдет все она станет вялая то есть у сирене такое дело я купила повявшие вот у меня кстати старый букет не смогла его выкинуть скорее всего я буду его засушивать возьму белое то вот оно вот тут вот белое есть и наверное вот этот вот кусочки наверное вот это вот может быть тоже засушу то есть вот тут вот были вот и немножко завявшие они по моему не поднялись так поставила водичку отдельно вот это шикарно и вчера мне муж подарил наконец-то я долго очень давно мечтала о букете каштановых цветов и вчера мне муж подарил вообще отказывается всегда рвать с дерева цветы но в этот раз сорвал наконец-то он по конечно не стоит вообще воде он завел уже вечером завел уже сейчас жалко очень что он не стоит посмотрим может быть сегодня я еще где-нибудь найду каштан и сорву чтобы он было какое-то время очень смотрите красиво смотрится просто шикарный букет стоит немножко его нужно поправить ну прям офигенный а запах какой кстати когда стоит каштан дома ой каштан господи розы нет ромашка сирень прям очень аромат вот этот вот букет стоял мы еще по-моему дополняли его или нет а или нет не помню уже на кухне прям сиренью пахло обалденно просто бесподобно так ну конечно с вами к вам не об этом сейчас зимой первый раз жизни с утра в 10 30 мы наверно вышли пошли за творогом и долго времени могли купить творог это молочко у меня кувшин молока и здесь у меня три пачки творога вышло все на 400 рублей творог у них подорожала стоил 70 рублей а сейчас по моему стал стоить дороже стал 390 до 390 было 10 рублей должна была за прошлый раз меня там не хватило издачи не было что короче не помню цены но творог вот этот вот просто бесподобно просто обалденный и конечно гораздо лучше покупать вот такой вот творог чем какой-то там бабуськи который там неизвестно чем болеет как она его там делал в какой посуде делала что там туда налетела попала кто-то в этот момент пробежала кошка или гавкнул кто там то есть это можно зацепить правда и он может оказаться не свежим то здесь вот свежий дату я показывать не буду чтобы потому что ролик выйдет с огромнейшим опозданием скорее всего вот то есть он свежий они считают вчера его там делают вчера упаковывают допустим сегодня с утра или с утра там упаковывают и уже с утра привозят то есть вот на пять суток лежит прекрасно он просто бесподобно вкусный мешочки 500 грамм здесь вот молочко как знаете как деревенский вот его в стакане разогреешь сверху горячее снизу холодное пьешь вот они два горячие и холодные вместе соединяются глотаешь как парное молоко просто бесподобно это не реклама так это у нас кувшин молока кувшин молока очень очень вкусно мама открыла эту такую вкусняшечку я уже не покупала много раз травилась творогом очень сильно травилась и уже его прям есть не могла мама купила дала попробовать спустя там год с лишним я только смогла его есть и мне понравилось обалденно но они приезжают с утра и все сразу продают на большом фургончике вот такая у нас с вами сегодня прекраснейшее утро понедельника и ты пришел ты кушать хочешь или нет где мы никак не можем собраться чтобы он покушал от жары наверное у него нет аппетита старая уже не пахнет пока еще занята чуть-чуть попозже мы их засушить засушить отправим наверное в книгу хочу кое-что сделать дима не надо дима не надо хочу кое-что из них сделать там с собой убираешь молодец убираешь я надеюсь ты пойдешь выкинешь это вообще не будет обувь драться он уже ругается ну не в раковину дим унитаз что да хотя бы выбрасывай ну хоть плывет там а лучше помой на мешочек дверь придерживай вот и на этой прекрасной ноте мы с вами попрощаемся потому что ролик уже затянется с вами был канал арт-мания подписывайтесь ставьте лайки лайки подписывайтесь жмите на колокольчик если вы не подписаны пишите комментарии обязательно как вам сирень как вам каштан может быть я что-то сделала не так мне кажется не знаю прям хотя нет может не упирается он кажется как будто он упирается туда вот и всем пока пока с вами был канал арт-мания арт-мания